Магнитогорская молодежная команда «Стальные лисы» провела последние домашние матчи в регулярном сезоне МХЛ. Оказавшись по объективным причинам сразу без нескольких лидеров, подопечные Дмитрия Стулова не сумели справиться с уфимским толпаром и дважды уступили соседям. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В обоих уфимских матчах, сыгранных в конце октября прошлого года, толпар забрасывал в ворота гостей по четыре шайбы. Но если в первом случае магнитогорцы сумели ответить лишь одной, то во втором отличились шесть раз и одержали яркую победу. На домашнем льду «Лисы» не могли рассчитывать на подобную результативность. За несколько часов до первой игры команда лишилась сразу нескольких лидеров. Лучший бомбардир и снайпер, капитан Егор Коробкин, отправился на сборы и турнир в Швейцарию с «Металлургом». Компанию ему составили и центр-форвард второго звена Юрий Платонов, и выступающие в главной команде, но нередко помогавшие молодежной Александр Игошев и Игорь Швырев. Полностью отсутствовало и самое молодое, но весьма результативное звено. Павел Дорофеев также присоединился к «Металлургу», а Дмитрий Шешин и Егор Спиридонов были вызваны в национальную сборную своего возраста. Разумеется, противостоять в столь ослабленном составе толпару, команде более взрослой и куда более габаритной, было очень сложно. В стартовом периоде первого матча уфимцы имели колоссальное преимущество по броскам – 21-5. Хозяева мужественно держались до 17-й минуты, когда цели достиг мощный дальний выстрел Ильдара Абдеева. А всего через 28 секунд завидную настойчивость и индивидуальное мастерство продемонстрировал Эммануил Шофеев. Он лихо выкатился на ближнюю штангу и, точно попав в угол, отправил Николая Шашкова на скамейку запасных. Основной голкипер Магнитогорцев Никита Камышников также недолго оставался сухим. На старте второго периода его партнеры допустили пару провалов, которыми умело воспользовались Ранис Мергалеев и Александр Оськин. К чести нашей команды лисы не позволили сопернику устроить настоящий разгром. В оставшиеся 33 с небольшим минуты они сохранили свои ворота в неприкосновенности и организовали гол престижа. Автором эффектной шайбы стал Никита Рожков, ассистировал ему Евгений Борисов. Итог 1-4. Спустя сутки хозяева играли еще и без Борисова, получившего небольшое повреждение. Его сменил Евгений Корешков-младший, сын прославленного нападающего Металурга и первого в истории тренера магнитогорской молодежки. Габаритный защитник не имел серьезной игровой практики, проведя всего 10 матчей в этом сезоне. Уже в дебюте, когда лисы оказались в меньшинстве, он не сумел помешать Максиму Аскарову нанести прицельный бросок и открыть счет. А ближе к концу стартового периода еще одно численное преимущество реализовал Ильдар Абдеев. Именно игра в неравных составах – одно из самых слабых мест нынешней магнитогорской команды. За 4 матча, которые подопечные Дмитрия Стулова провели на минувшей неделе, они позволили соперникам 5 раз из 15 отличиться в большинстве, а сами не использовали ни одну из 17 попыток. Надежду болельщикам вернула шайба Кирилла Зотова. Она позволила хозяевам уйти на первый перерыв при минимальном отставании. Оставшуюся часть встречи лисы выиграли по броскам 23-14, создали массу голевых моментов, но подводила реализация. А порой сопернику просто везло. Исход встречи перестал вызывать сомнения, когда уфинцы провели удачную контратаку, и Владимир Боболев пробил Николая Шашкова. Тот, сменив напарника, пропустившего дважды, продержался сухим почти 40 минут. А незадолго до сирены толпар проделал похожий трюк снова, и Боболев оформил дубль. Итог все те же 1-4. До конца гладкого сезона лисам осталось провести 8 матчей. Уже второй год подряд составители календаря устраивают магнитогорцам суровое испытание – февральскую поездку по маршруту Ханты-Мансийск-Тюмень-Усть-Каменогорск-Астана. Вдобавок, в этот раз нашей команде придется играть без нескольких лидеров. Но благодаря хорошим предыдущим результатам за место в плей-офф можно уже не беспокоиться. Задача на остаток регулярного чемпионата – сохранить, если не нынешнюю вторую позицию, то хотя бы место в четверке. И сделать это вполне реально. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.